Музыка Начало нового года это самое время подвести итоги прошедшего, наметить планы на будущее. Какими событиями была отмечена культурная жизнь района в 2011 и трудности с которыми пришлось столкнуться. Об этом шла речь на расширенном совещании работников культуры. В нем приняли участие представители администрации, духовенства, профсоюзной организации, директора учреждений, педагоги дополнительного образования, творческие работники, средства массовой информации и ветераны труда. С отчетным докладом перед собравшимися выступила начальник управления культуры Евета Елохина. Учреждение культуры клубного типа осуществляет в свою деятельность 242 клубных формирования, 107 в городе и 135 на 7. В них занимается более 5000 человек. 18 коллективов художественной самодеятельности имеют звание народный и образцово-самодеятельный творческий коллектив. За 2011 год клубными учреждениями было организовано и проведено около 6000 культурно-массовых мероприятий. В их числе мероприятия, посвященные профессиональным календарным праздникам, памятным датам истории страны, края, района, города, районные и краевые фестивали и конкурсы. А также мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и популяризацию казачьей традиции исполнения закона Краснодарского края 1539. Району неоднократно выпадала честь проводить большие краевые фестивали и семинары на Лобинской земле. Наиболее значимым стало проведение юбилейного 20-го краевого фестиваля детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок», говорит Ивета Александровна. Он стал одним из заметных событий культурной жизни нашего края. Этот праздник национального искусства, а его главные действующие лица, дети, словно чистые ручейки, сливаясь воедино, наполняют полноводную реку народного творчества. Лобинский ансамбль русской песни «Сердечко» стал лауреатом фестиваля. Не менее важным событием стало участие в первой кубанской ярмарке. В активе творческая делегация, в состав которой вошли 140 участников самодеятельного народного творчества, представляла Лобинский район на краевой и сельскохозяйственной ярмарке. Творческими коллективами Лобинского района была представлена программа-презентация, получившая высокую оценку департамента культуры и сельского хозяйства. За прошедший год более тысячи самодеятельных артистов побывали на 65 фестивалях и конкурсах и получили более 200 дипломов и грамот. Из них 48 участникам вручены дипломы лауреата в первой степени. «В текущем году создался региональный фестиваль военно-исторических клубов «Конвент» в 2011 в городе Армагире, в котором стал победителем и занял первое место в клубах «Отрысская застава Лобинского района» в городе Армагире. Фестиваль-конкурс вокального искусства «Музыкальная волна» в 2011 в городе Топсе, на котором образцовый вокальный ансамбль «Сонушка» удостоен звания лауреата первой степени. Участники образцового ансамбля бально-спортивного танца «Нивадия» приняли участие в российском турнире по спортивно-бальным танцам в городе Таганруке. Три танцевальные пары этого объектива удостоены звания лауреата. Три пары получили первое место. Далее начальник культуры ознакомилась с деятельностью учреждений. Говоря о выставочном зале, она отметила, что он является не только достопримечательностью, но и центром художественной, культурной и эстетической жизни нашего района. За весь год здесь было проведено 17 интересных выставок. В них приняли участие профессиональные самобытные художники-фотографы. Работа выставочного зала строится во взаимодействии с различными организациями, управлением, в том числе с управлением по делам молодежи. Завершающий этап конкурса «Обитационный искусство глазами молодых» состоялся 5 ноября 2011 года в стенах выставочного зала. Налаживаются контакты с методическими объединениями города Курбани, с Кармариром, Айкопой и других. Тесные отношения связывают наш выставочный зал с домом Дандулова города Кармарира. Проходит обмен, выставка, ведется совместный поиск интересных творческих людей и купаний. Продерживаются информационные обмены. Уже стала доброй традицией проводить в стенах выставочного зала совместные мероприятия с библиотекой. Именно библиотеки являются единственными бесплатными центрами информации. Работник библиотек Ладинского района уже несколько лет активно практикуется обслуживание читателем на доме. Особое внимание библиотекарей уделяет такой группе пользователей, как инвалиды. В центре досуга и кино «Восход» за 2011 год было проведено 186 мероприятий, на которых присутствовало более 35 тысяч человек. Показано 773 киносеанса. В 2011 году 20-летие со дня основания отметил Лабинский музей истории краеведения. Сотрудники музея в сфере научно-просветительской деятельности работают творчески, используя комплексный подход, применяя разнообразные формы занятий с детьми, говорит Ивета Александровна. По инициативе главы Лабинского района Александра Александровича Садчикова при поддержке и участии городской администрации издана книга «175. Лабинскую исторические почерки. 1841-2011 год», в основу которых положена многолетняя научно-исследовательская работа сотрудников музея по истории города и района. В течение 2011 года Лабинским музеем совместно с Керкалома был подготовлен и показан цикл документальных фильмов по истории революционной станицы Лабинской. На территории Лабинского района осуществляют свою деятельность два учреждения дополнительного образования детей. Это детская школа искусств города Лабинска и детская школа искусств станицы Вознесенской. Высокий творческий потенциал обеих школ подтверждается многочисленными победами воспитанников в конкурсах, выставках и фестивалях. Следующий раздел доклада – материально-техническая база и финансирование учреждений культуры. После небольшого экономического экскурса пошел разговор о проблемах. Работники культуры задавали вопросы, говорили о трудностях. На всех фестивалях, в конкурсе, в самые скромные, так скажем, в Лабинском районе, в Лабинском районе нас забивают по всем статьям. Слова благодарности всем работникам выразила Татьяна Гриднева, заместитель главы района по социальным вопросам, и настоятель Свято-Успенского храма Протеерей Александр Мудрик. Я хочу сказать искренне вам всем огромное спасибо за тот труд, который вы вкладываете. Вот, наверное, нас очень сблизило с вами и Атомаль, и вообще проведение многих мероприятий, где никогда мы не обходимся без культуры. Когда культура выходит, красиво поем, все, все, и музыкальные инструменты хорошие. А там где-то подштопали костюм, где-то не увидели что-то есть. Это, конечно, не красит. И я думаю, вот, Екатерина Дейлова здесь, мы будем рассматривать этот вопрос. Но меня вот за последние, я не беру там два года, я говорю, пять лет, радует, что и работает Дом культуры здесь прекраснейший. Что вы видите, какая стала библиотека. Сейчас детская такой станет. Мы начали заниматься киновидеоцентром «Восход». Если музей мы еще проектно-смертный в этом году сделаем, то на следующий год, я думаю, ЗСК пойдет нам навстречу, а может, во второй половине этого года, и выделят нам финансовые средства, то центр будет очень солидно у нас выглядеть, учитывая, какие прекрасные культурно-досуговые учреждения там. Выставочный зал. Ну, такой комплекс прямо в центре, очень хороший. Поэтому вам добра, мира. Песню, которая принесла очередную победу Лобинску, исполнили в завершении совещания. Не секрет, что культура – основа общественной жизни. Именно поэтому от качества этой важной сферы во многом зависит развитие общества. На сегодняшний день наших творческих людей знают далеко и за пределами края, а это настоящее признание. Именно поэтому можно с уверенностью говорить – нам есть чем гордиться.